Продолжение следует... Алексей Сергеевич, ну вот как часто встречается боязнь публичных выступлений и кому она в большей степени свойственна? Вы знаете, на самом деле страх выступлений, я думаю, что процентов 96 всего населения земного шара испытывает в той или иной мере этот страх. Страх перед самым разным выступлением. Вначале как пойти в садик, боится ребенок, да, новая группа. Он прячется, он предпринимает какие-то действия, потом в школе, потом первый урок, потом первое выступление на уроке, потом институт, потом работа, потом какая-то научная или практическая деятельность. То есть нужно постоянно выступать. А учить этому практически никто, никого этому не учит. За исключением, может быть, за последние 10-12 лет появились психологические тренинги, и мастера начинают учить, коучеры начинают учить правильному выступлению. Как сделать так, чтобы не бояться, как сделать так, чтобы правильно подготовить себя, как правильно подготовить аудиторию. То есть это искусство. То есть, в принципе, это боязнь, что общество, они как-то не так отреагируют на мои слова или поведение. Это страх и боязнь провала. Это катастрофа. Не дай бог, я что-то не то скажу. Все, жизнь закончилась. Вот этого люди боятся больше всего на свете. А почему? Почему боятся? Почему боятся? Потому что все хотят быть успешными, потому что все хотят поощрения, потому что все хотят, чтобы все говорили, ой, как здорово ты выступил, ой, как хорошо ты сказал или сказала. Какая ты умница. Все нуждаются в похвале. Давайте мы сразу с вами, Катя, перейдем к нашей доске. Давайте. Будем учиться. Да, будем учиться. Итак, если нас видно, то мы начнем. Итак, прежде чем человек должен выступить где-то, он должен хорошо к этому подготовиться. Что входит в целый комплекс вот этой подготовки. Первое. Значит, человек должен написать текст своего выступления. И не важно, что это. Даже если это мальчик или девочка, который готовится к экзамену, или это взрослый человек, который готовится к выступлению, он должен прописать план ответа, либо план своего выступления. Этого мало. Кроме этого, следующий этап. Нужно прочитать это вслух. Нужно услышать свой голос. Нужно прочитать этот текст и почувствовать это ощущение. Третья ситуация. Необходимо засечь время выступления. То есть грамотный выступающий оратор всегда четко знает, что его выступление займет 3 минуты 54 секунды. Он четко знает, ну максимум 55 секунд. Да, он четко с секундомером. Это обязательное условие. Как сделать так, чтобы знать время своего выступления. Четвертый пункт. Это исправить интонацию. Это когда мы работаем со своим голосом. Вот я нарисовал здесь маленькие ступенечки. Вот здесь. Покажите, пожалуйста, эти ступенечки. Сюда вниз. Вот замечательно. Значит, любой человек может нарисовать такие ступенечки. И когда он начинает читать свое выступление, он выступает по принципу... Вот делает свое выступление по принципу и раз, и два, и три, и четвертый этаж, и пятый этаж, и шестой этаж, и седьмой. Так он доходит до девятого этажа. А затем он начинает и девятый этаж, и восьмой, и седьмой, и шестой, и пятый, и четвертый. И так до первого этажа он опускает свой голос, снижает свой голос. Таким образом он учится, как можно модулировать своим голосом. Это очень важный момент, потому что работая с аудиторией, нужно уметь работать со своим голосом. Следующий момент. Проработали интонацию. Еще раз прочитали. И самое главное, что нужно теперь прочитать кому-то. Необходима обратная связь. То есть это может быть родственник, это может быть сын, дочь. Даже если этот ребенок лежит в колыбели, да, и в коляске, ради бога, вы прочитаете. И вы почувствуете, что вы кому-то уже эту информацию донесли. Да, если есть возможность со взрослым человеком пообщаться, с сестрой, с братом, с мужем, с женой, пусть будет обратная связь. Вы прочитали, и вам скажут, а вот тут ты погромче, а вот тут ты потише, да. То есть вот вы проработали обратную связь. Следующий момент. Когда вы все прочитали, вы должны как-то закончить свою подготовку. А для этого что? Вы должны сказать, так, я готова, или я готов, и я супер. И завтра я выступлю лучше всех. У меня будет самое хорошее выступление. Причем не подумать, а проговорить. Обязательно вслух, чтобы это услышать, и чтобы ваш левый и правый мозг не мешали вам и не отвлекали вас, да. Итак, вы подготовились. Следующий этап. Этап достаточно сложный. Вы должны понимать, что когда человек идет на выступление, самое страшное для него, это пройти через эту аудиторию. Это вот когда все смотрят, а мы нервничаем, у нас руки трясутся, многие женщины начинают покрываться пятнышками, многие мужчины тоже начинают покрываться пятнышками, да. Они нервничают, вегетатика заработала, все, им страшно. А-а-а-а. Что делать? Делать нужно следующее. Очень хорошее упражнение, которое мы называем «жать-разжать кулачки». На самом деле для чего? Это упражнение, которое пока вы идете, а вы должны понимать, уважаемые телезрители, что на вас будут смотреть все. Ибо в зале до 70% это визуалы. И только некоторому проценту, там, 15% нужно вас услышать, и оставшимся нужно вас почувствовать. А остальным нужно вас видеть, поэтому они все будут вот так вот за вами наблюдать, как вы идете. В этот момент вы идете и сжимаете кулаки. Никто не видит, что вы сжимаете кулаки, но поверьте мне, это упражнение позволяет адреналин. Кровушка приливает к ручкам, да, она приливает к вашим кулачкам, и весь адреналин уходит вниз. То есть вы успокаиваетесь, и вот когда вы выходите на трибуну, вы перестаете это делать, вы чувствуете, какие горячие стали ваши руки, но зато голова-то чистая, свеженькая, то, что вам нужно. И, наконец, третий этап. Третий этап это у нас само выступление. Само выступление у нас тоже, прежде чем вы начинаете свое выступление, вы должны будете настроиться на это выступление, да. Кроме того, что есть два варианта настройки еще перед этим самим выступлением, когда вы только написали текст, там было бы неплохо, чтобы вы мысленно прокрутили свое выступление. Когда вы закрываете глаза, самое простое упражнение, вы закрываете глаза, вы прокручиваете свое выступление, как вы зашли в зал, как вы сели, как вы вышли на сцену, как вы вышли на трибуну, начали выступать. Потом прокручиваем все обратно, потом прокручиваем опять, потом поэтапно, потом добавляем. То есть это очень простое упражнение, которое позволит вам как бы поприсутствовать уже на этом выступлении накануне. Да, и вы уже успокоитесь, когда вы прийдете в зал, вы вдруг почувствуете, ой, я тут как будто уже был. Конечно, потому что вы вчера к этому готовились, вы уже проиграли эту ситуацию.